Так, на заднем плане у нас Лев Толстой, но не он будет сейчас выступать, а я. Друзья, всем маткульт привет и привет из студии. Стобальный репетитор называется. Я у ребят в гостях. Я очень люблю вообще коллабы, как вы уже заметили, наверное, потому что на просторах интернета я встречаюсь далеко не только на моем собственном канале. А где только я не встречаюсь. И вот сегодня я записываю несколько роликов совместных с Сашей Золотухиным и его коллегами. А Саша, напомню, это тот, который мне студию в Измайлова давал для работы. Вот, а сейчас переехал вот сюда, в район парка культуры. Так, новость номер один. Привет. Да. Новость номер один был Саша Золотухин. Друзья, новость номер два. Христос Воскресе! У нас была Пасха, а православные христиане Пасху празднуют 40 дней подряд. Поэтому, если вы слышите где-то, как кто-то говорит кому-то Христос Воскресе, вы не думайте, что это кто-то, он застрял вот конкретно в 16 апреле и в нем живет. Но мы как бы все, да, застреваем на 40 дней, мы празднуем. Это вот у нас много праздников, да. Так что, вот так вот, у православных христиан Пасха празднуется очень долго. Так что, каждого из вас с нашим самым главным праздником. И, собственно, новости эти я хотел на Светлой Седмитце записать и выложить, но как-то не случилось. Поэтому вот записываю на второй неделе по Пасхе. И, кажется, у нас не было новостей марта. То есть, вот новости февраля и дальше сразу новости апреля. Ну, так уж получилось, да. Итак, теперь основные новости. Ну, новость номер три, видимо, да, было уже две новости. Новость номер три. Я хочу выступить публично на своем собственном канале в защиту директора Института общей генетики Александра Михайловича Кудрявцева. Его сейчас травит секта, есть такая страшная секта, по-моему, самая страшная секта в нашей стране. Это секта таких упоротых атеистов. Секта людей, которые не просто не верят в Бога, ладно, это выбор каждого человека, там, думать о смерти или не думать. Это каждый человек может решать сам. Нет, это люди, которые всем навязывают свои воззрения, да. И вот они сейчас травят этого директора за то, что он, о боже, выступил на богословской конференции, да, в рамках ее канонов выступил, да, то есть использовал Библию как текст, из которого можно делать какие-то выводы, да. Какой кошмар, использовал Библию как текст, из которого можно делать выводы. Короче, эта секта теперь его травит, чтобы его выгнали из директоров института. Вот это вот ни в коем случае делать не надо. Я обращаюсь сейчас ко всем, кто у нас в стране власть придерживает или придерживает, не знаю, как тут правильно сказать. Вот, значит, не трогайте Александра Михайловича, на богословских конференциях есть свой собственный жанр, так же, как есть жанр там, скажем, ну, при выступлении в театре ты можешь какую-то роль играть, ты можешь там за праздничным столом что-то говорить. Ну, вообще, речь человека, вот контролировать всю речь человека, которую он где-либо держит, ну, это просто какой-то страшный тоталитаризм. Ну, в общем, отстаньте от него, никакого отношения к его научной деятельности, его выступления на богословской конференции не имеет и не надо его трогать. Вот, а то еще действительно, не дай бог, там будут выслеживать датчики какие-то, ставить на уши, где там что человек сказал. Ужасно. Вот, так что, Александр Михайлович, Христос Воскресе! Все вам, значит, долгих лет жизни и управлять институтом во благо всего общества, науки, вот, и людей. Так, новость номер четыре! Вы не поверите, но я сейчас каждого из вас приглашу на свой собственный день рождения. Да, такое бывает. Итак, каждый, кто меня слышит, может приехать на день рождения, на празднование моего 50-летия. У меня просто грядет юбилей. Юбилей этот будет в декабре. Ну, понимаете, я вот заблаговременно всех приглашаю. Да, у меня 50-летие, оно будет праздноваться в республике Адыгея, в городе Майкоп. И оно будет совмещено с таким мероприятием, как Экономикон Агу. Это мое собственное детище, которое я перенес, мы с коллегами его делали еще на Байкале, это называлось «Байкальские чтения». Потом оно разветвилось, «Байкальские чтения продолжались». Потом, значит, параллельно ему стал сбор школы МАСЭП, междисциплинарный анализ социально-экономических процессов. Сейчас кафедра с одноименным названием, кафедра МАСЭП, открыта на физтехе, и я стал ее заведующим. Ну, об этом, кажется, я уже рассказывал. Ну, суть в том, что теперь вот это вот событие, ежегодный сбор, мы перенесли на декабрь и в Адыгею. И там мы проведем этот вот сбор, на который я всегда всех зову, но вот в этот раз он будет еще и совмещен с моим 50-летием. Потому что справить 50-летие в Москве, это нужно снимать какой-нибудь там, не знаю, либо Государственный Кремлевский дворец, наверное, его не сдают, либо стадион Лужники, и боюсь, что у меня не хватит денег даже со всеми моими друзьями, если посчитать. Вот, а вот Адыгейский государственный университет, он нас всех радушно принимает, и там мы будем праздновать. Вот так. Так, значит, только внимание, кто решил приехать, обязательно в течение там ближайших пару-трех месяцев, где-то вот до конца лета, скажем так, точно, надо о себе сообщить, что вот я точно приеду. Сам экономикон будет в районе 12-16 декабря. Точные даты будут уже в сентябре, но вот кто решил приехать, те сообщите мне на электронную почту. Я ее в комментариях тут внизу, я ее зашифрую, но вы сразу поймете. То есть я напишу там типа вот на хибины, там собака и так далее. Вот, то есть это нужно, мне нужно будет знать, предварительно хотя бы, да, знать, сколько людей приедет, чтобы из этого исходить. Так, новость номер пять. Лыжный сезон 2022-2023, видимо, все-таки завершен. Хотя, если честно, я не исключаю, что где-нибудь 9 мая или 1 или 5 мая так возьмет, и как посыпет снег, так посыпет, что еще раз можно будет на лыжах прокатиться. Но это уже будет, конечно, там несколько километров, даже в самом таком, самом лучшем случае, если это произойдет. Это буквально уже будет совсем мало километров. Ну и потом вряд ли кто-то в реальности в это верит, кроме меня, что это может произойти. Так что, в общем и целом, сезон завершен, пройдено 1300 километров, ровно столько, сколько, ну, плюс-минус, понятно, что там это все считаешь до плюс-минус полкилометра-километра каждый раз, поэтому там ошибки накапливаются. И за 57 выходов на лыжах в этом сезоне пройдено в районе 1300 километров. Если считать формально, получается 1305, но там, понятно, всегда плюс-минус 10-15, ну, корень из дисперсии, да, вот. Так, идем дальше, но в том числе, да, в этом сезоне, как я уже сообщал, я прошел 100 километров за один день, одолел, но это уже было в предыдущих новостях. Новость номер 6. Говорят, говорят, что в этом году отключат YouTube. Ну, опять же, я, конечно, сам совершенно не уверен, что его отключат, может быть, его и не будет никто отключать, но если он будет отключен, вы нас, пожалуйста, ищите на просторах интернета. То есть мне уже накидали целый ряд вариантов, куда имеет смысл переместиться, начиная просто тупо от Rutube, заканчивая там какими-то серьезными площадками, типа PeerTube или Bastion, там еще где-то. В общем, везде, где можно отключить рекламу, мы можем появиться. Нам важно, чтобы рекламу можно было отключить, потому что без... Я предпочитаю, чтобы видео, когда смотрят мои подписчики, не прерывалось всяким хламом. У нас есть такой жанр на нашем канале, честный рекламный ролик. Есть, если кто-то приходит, говорит, хочу рассказать там про вот свою деятельность, особенно если это что-то образовательное, ну и даже не только образовательное, но это важно, чтобы было честно, что вот я говорю, здравствуйте, друзья, вот это честный рекламный ролик, мне за него прям заплатили денег, и я сейчас вам расскажу про вот эту контору, такую-то и такую-то. Но когда ты смотришь математическое видео, и оно прерывается какой-то рекламной интегрированной вот такой вот информацией, то это мешает просмотру и настраивает вообще как бы, ну, если честно, это губит душу, вот так, если прямо говорить по-нашему, по-православному, это губит душу человека. Поэтому я предпочитаю, значит, на своем канале отключать. Понятно, что я выступаю на чужих каналах, где я не могу диктовать правила людям, но на моем собственном канале я очень уважаю своих подписчиков и не хочу, чтобы они смотрели это все с рекламой. Понятно, что из-за этого я добровольно отказываюсь от всех вот этих, ну, грязных, вонючих рекламных денег. Вот это вот как бы деньги не пахнут, как когда-то сказал кто-то в Древнем Риме, да, император, по-моему. Деньги пахнут. Вот, такие деньги мне не надо. У нас есть наша бусти, на которые каждый из вас может подписаться, к чему я всех и призываю, и от чистой души помогать мне делать мое дело, именно самостоятельным решением это сделать. И это нам вполне как бы, вот этот бустер меня полностью устраивает, особенно если побольше народу на него подпишется. Вот, а реклама вот такая мне не нужна. Да. Новость, по-моему, уже семь. Я что-то слился со счета, то ли шесть, сейчас будет, то ли семь. А ближайшие лекции, выезды, на, в письме на лист вот этой подписки, с самого листа, я забыл пару мест, где я буду выступать. Но самое ближайшее, это Казань, вот буквально на днях. Я не знаю, в какой день я выложу эти новости, сейчас 24 апреля. Если быстро они подготовятся, может быть, я выложу их 25 или 26. И тогда Казань 27 апреля все еще можно будет прийти в Казань. Четыре лекции за один день, из них две открытые. В 8.30, 8.50 на утра, сразу с поезда, я иду в замечательную школу частную, которая называется Солнце. Школа Солнца, директор которой мой друг Павел Шмаков, он всех приглашает. Единственное, надо взять паспорт, на входе вас запишут. Вот, это будет про сет и добль. Математика настольных игр, сет и добль. Дальше будет две, ну, скорее закрытые лекции. Там можно, я в ВК написал, что можно ко мне обратиться через имейл, может быть, пару человек мы и проведем. Это в Кнету, в лицее Кнету на метро Яшлег. И в 131-м лицее в центре. Это такая крутая кузница наших международных олимпиадников. Вот, это будет, значит, соответственно, в 11 с лишним и в 14. А завершится все полностью открытой лекцией в Национальной библиотеке Татарстан. В 18, кажется, часов или в 18.30 уточню. И внизу дам точную информацию вот в описании к этому новостному ролику. Так, дальше я выезжаю с лекцией на Звенигородскую биостанцию, либо 3, или 4, либо 5 мая. Но ясно, что никто до тута не доедет. Там будет филипповская школа на выезде, поэтому тут можно не уточнять день. 10 мая Гиперион! 10 мая Гиперион. Туда надо зарегистрироваться по ссылочке и приходить. Там очень уютная атмосфера. Математика вокруг нас. Это в Москве. Речайший случай, когда открыта лекция в Москве, не на институтских площадках. Очень редкий случай. Они хотели деньги брать за вход со всех, но я, как всегда, в своем духе. Я говорю, мне денег не надо, из людей тоже не берите. Вот, поэтому они сказали, ну ладно, шляпный сбор мы все-таки устроим, потому что нам нужно же наши как бы траты покрыть. Я говорю, ну шляпный устраивайте, но главное, чтобы это было как бы уже добровольные пожертвования. Так, 11 мая будет семинар Высшей школы экономики, но об этом я буду писать отдельно, потому что еще непонятно, сможем ли мы позвать всех извне. Скорее всего, не сможем, но для вышкинских следите за информацией. Будет некий семинар, чуть позже скажу какой. Уже ВКонтакте скажу, не на новостях. Так, 15 мая Подольск. Вот это я совершенно забыл, да, про Подольск. Подольске в 6 или в 6.30, 15 мая в лицее номер 5. Все подробности входа и так далее в ВК ближе к делу. Но это будет лекция открытая для горожан. Ну и, наверное, раз для граждан Подольска, никто же не будет смотреть прописка Подольска или Москва. То есть, соответственно, и для москвичей тоже. То есть это, как по сути, лекция в Москве. Так, 19 мая я выступаю в Вятском. Там конференция большая по математике. Вятская — это самая красивая деревня России. Официальный у нее есть такой титул. Это Ярославская область. Там Ирогородский будет. Вообще куча народу будет. 19 мая. Но я не знаю, насколько там тоже со входом. Надо будет смотреть. До этого, простите, 17 мая будет лекция в Челнах. В моем Кампском математическом центре. Там, опять же, в 9 утра я продолжаю лекцию про построение цирковной линейкой в 26-й гимназии. Туда входа не будет. А вот в Кампский мат-центр, в набережный Челнинский педагогический университет. Туда можно будет прийти. Но, опять же, ближе к делу ВКонтакте мы там про детали. Вот это вот, это про Подольска и Провецка я совсем забыл. Упомянуть в письме на Савалист. Так, ну и, наверное, самая последняя новость. Это куча коллабов, которые за это время произошли. Куча. Я только некоторые из них здесь цитирую, потому что их очень много. Интервью разных. Это практически ежедневно там какие-то я даю интервью. Так. Коллаб у математика МГУ на канале. Там вместе, это самое, Ломоносов Скул, по-моему, сейчас у него это называется. Ну, короче, Андрей Павликов. Вместе с ним и с Райгородским мы разбираем молдавский БАК. Это экзамен, значит, в стиле нашего ЕГЭ. Молдавии. Так. Статья про мое выступление 5 апреля в Поводске. Статья о ихних средствах массовой информации. Это все по ссылкам здесь внизу. Дал интервью моему другу Алексею Стаценко, который переместился в процессе великого переселения русского народа 22 сентября, значит, на неопределенное время. Ну, скажем так, некоторые части русского народа. По изополнению всех дальних уголков Земли. Он, в частности, где-то там то ли в Латинской Америке, то ли еще бог знает где. И я ему дал, значит, дистанционное интервью, которое получилось совершенно великолепным, очень откровенным, жутко спорным. Поэтому приходите и спорьте. Самое обидное, что его мало народу смотрит. Поэтому я вот его здесь рекламирую. Деконструкция фильма «Человек, который познал бесконечность» вышла в моем исполнении. Это про Рамануджана. Международный день числа Пи вышла заметка. Так. Или это выступление... Что-то я не помню. Короче, то ли выступление, то ли на письме. Так. Дальше несколько выступлений вокруг темы наука и религия. Так. На радио Вера. Тут у меня написано «Книга», но это не книга. Это что-то... Что-то у меня непонятная информация. Короче, здесь заглядывайте. Так. Еще какое-то интервью. Забыл, какое. Смотрите. Да. С отцом Кириллом Копейкиным я уже рассказывал про наш фильм. «Бог и наука. Почему они снова вместе» называются. Очень пафосно так называется. В моем духе. Вот. Смотрите все. Так. Ну и из старого короткое, но очень, мне кажется, такое цельное, четкое резюме по цифровой трансформации школы. Вот самое сюда. По моей оценке того, что это, зачем, почему, насколько это плохо или хорошо. Ну, сами все увидите. Ну вот. И на самом деле, что? В качестве постскрипта, я могу сказать, что сейчас мы кое-какой тоже подкаст запишем, в котором будем обсуждать ЕГЭ и вокруг, вместе с стобальным репетитором Эриком. Вот. Так что за этим тоже следите. Вот здесь в новостях вы, понятно, этого не увидите, потому что это еще не выйдет. Но в дальнейшем это выйдет в каких-то из следующих новостей. Вот так. Вроде бы все. Работаем, братья. Всем маткульт пока. И еще раз всех с прошедшей Пасхой. Христос Воскресе! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok